Итоги текущего года по ремонтным работам подъездов и входных групп на территорию муниципалитета, а также по капитальному ремонту МКД, подвели на еженедельном совещании главы округа Андрея Иванова. Ремонт подъездов – это программа, которая реализуется на территории Московской области под эгидой губернатора. Она идет уже не первый год. Каждый год ремонтируется очень большой объем подъездов. План на 2022 год выполнен на 83%. В порядок приведено 208 подъездов из 250. Работы по остальным адресам завершат до 15 декабря. В рамках программы «Мой подъезд» заменяют оконные блоки, напольные покрытия, осуществляют покраску стены и потолков, ремонтируют электрику и слаботочные системы. А также устанавливают новые тамбурные двери, светильники и почтовые ящики. Отделочные материалы, цветовые и технические решения согласуются и проверяются самими жителями. Также ведется конкурс на лучший отремонтированный подъезд. В прошлом году два наших подъезда попали в финал конкурса. Итоги еще не подведены. Надеемся, что данные подъезды займут призовые места. По итогам этого года мы заявили один подъезд в областной конкурс по оформлению. Этот подъезд в Перхушково на тему зимней усадьбы Перхушково. Действующая программа по капитальному ремонту включает в себя 1985 многоквартирных домов по Денцовскому округу, которые будут отремонтированы до 2049 года. В краткосрочный план на 2023-2025 годы будет включено 232 МКД с ремонтными работами на общую сумму более 2,5 миллиардов рублей. В настоящее время проект плана находится на стадии формирования. Окончательно его утвердят в декабре. Как только появится перечень домов на следующий год, нужно будет обязательно его опубликовать на сайте, разместить в газетах. Возможно сделать объявление на тех домах, которые попадают в программу капремонта следующего года. Также на совещании обсудили ситуацию с подтоплением квартир и помещений общего пользования. В период проведения капремонта Кровель вследствие сезонных дождей пострадало 40 квартир и 11 подъездов в 14 домах. По всем случаям составлены акты, переданные в подрядные организации и поданы документы в страховые компании для возмещения ущерба. Работа и ответственность подрядчиков застрахованы в страховых компаниях. Соответственно, жителям не нужно переживать, что подрядчик куда-то исчезнет, либо не захочет рассчитываться. Данное урегулирование происходит без участия подрядчика. Просто необходимо будет обратиться с заявлением в страховую компанию. И страховая компания обеспечит выплаты согласно нанесению ущерба. Несмотря на страховые компенсации, с подрядчиков не снимается ответственность за заливы. К ним будут применены санкции от фонда капитального ремонта, а страховщики выставят счета за убытки. Пострадавшим жителям Андрей Иванов поручил оказывать всяческую поддержку. Нужно проконтролировать, чтобы люди получили положенные компенсации. Если для этого нужно оказать какую-то юридическую помощь, сопроводить, отработать со страховой компанией, мы это должны сделать. И, как вы справедливо заметили, подставить плечо. Полина Толмачева, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.